В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Областной день семьи прошел на территории Ленинского городского округа в национальном конном парке Рус. Представляете, в семье 10 детей. И у мамы еще хватает времени и сил печь пироги. Игроки видновского металлурга одержали победу в Кубке России, который проходил в Краснодарском крае. В этом году был кубок интересен тем, что команды лучше стали играть и организация была хорошая. В Бутовской школе номер один прошли областные соревнования дружины юных пожарных. Команды уже знакомые. Одни и те же попадают именно в областной этап. В этом году областной день семьи прошел на территории Ленинского городского округа в национальном конном парке Русь. Более 400 семей со всего региона съехались на фестиваль. Каждый желающий смог угоститься домашней выпечкой и поучаствовать в играх и стафетах. Но самое главное, у многодетных семей была возможность вместе провести время. Каждый из тех, кто в этот день приехал на праздник, самым важным в своей жизни считает семью. В национальном конном парке Русь собрались многодетные семьи. Эти мамы и папы знают твердо счастье именно в детях. Четвертый уже такой фестиваль, который проходит у нас. Парк Русь как нельзя лучше под это мероприятие подходит. Здесь и большая стоянка, большая территория, есть где разместиться. Все довольны, всем весело. То есть это настоящий праздник семьи. Со сцены участников фестиваля поздравил глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. Семья – это самое святое. Вы как никто это знаете. Вы пример, образец семьи. Сегодня порядка 400 многодетных семей с разных уголков региона. У нас здесь находится, и мы горды и рады, что на земле Ленинского городского округа проходит этот замечательный праздник. Вместе с заместителем министра соцразвития Московской области Надеждой Босс Дмитрий Абаренов оценил мастерство участников фестиваля пирогов. Остановился почти у каждой семьи. Интересовался тем, кто готовил выпечку. В больших семьях у мам много помощников. И это как никто доказал данный конкурс. Представляете, в семье 10 детей. И у мамы еще хватает времени и сил печь пироги. И не только самой печь, но и учить своих детей, передавая им свои традиции. Жители Ленинского городского округа Анна и Михаил Кучер в браке 5 лет. За это время у них родилось трое детей. Суть брачных отношений глава семьи видит в простом. Любить, уважать, беречь детей, поставить на ноги. Многодетная мама Анастасия Абакомова привыкла баловать домашних вкусной выпечкой. На фестиваль она привезла пирог, который в ее семье очень любят. Он такой универсальный, он всем нравится. И вот цветы, ну как бы семья, любовь, гармония. Все пироги на конкурсе были представлены в 10 разных номинациях. В номинации «Богатырский пирог» я просто уверена, первое место должен занять вот этот пирог, который испекла семья из города Люберцы. После того, как жюри прошло по всем рядам и оценила конкурсные работы, каждая хозяйка разрезала свой пирог, чтобы угостить участников праздника. Одна из семей из городского округа Одинцова свой торт решила преподнести бригаде скорой помощи, которая дежурила на фестивале. Сердечные угощения хотели бы вам угостить, чтобы вы покушали. Хотите здесь, хотите в больницу отвезите, так что, чтобы у вас дежурство хорошо проходили. В неожиданный подарок сотрудник скорой помощи решил отвезти на станцию, чтобы торт смогли попробовать и его коллеги. А ожидание оглашения результатов было недолгим. В каждой номинации наградили по три семьи. И вот на сцену начали приглашать тех, чьи пироги, по мнению жюри, оказались самыми-самыми. Все победители получили хорошие подарки. Ну а каждый участник увозил с собой отличное настроение и желание вернуться сюда вновь через год. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. На днях «Видное» с победой вернулась мотобольная команда «Металлург». Игроки одержали победу в Кубке России, который проходил в Краснодарском крае. Корреспондент телеканала «Видное ТВ» Юлия Погосян узнала, легко ли ребятам далась победа, какие они строят планы на текущий сезон и возможно ли в нашем городе проведение чемпионата Европы 2021. Удачи и, конечно же, вернуть кубок сюда, на родину, в территорию лучшего мотобольного клуба страны. С такими словами глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов провожал «Видновский металлург» на Кубок России в Краснодарский край. Команда воплотила это наставление в жизнь. Почетная награда снова заняла свое место в офисе клуба. После годичного перерыва из-за пандемии полные силы и уверенности в себе игроки «Металлурга» показали высший класс. В этом году был кубок интересен тем, что команды лучше стали играть и организация была хорошая. Все стремятся к лучшему, все смотрят, равняются. Я считаю, что на команду «Металлург» и хотят как минимум выйти на тот уровень, который есть у нас. Обладателями Кубка России «Металлург» становится в 27-й раз. В этом году в спины видновских игроков настойчиво дышали соперники из «Ипатовского колоса». Именно с ними наши ребята встретились в финале. Победитель не судят, как бы 2-1 это показатель. Ну, как бы все довольны. Настрой команды боевой. Нам нужно в этом году завоевать золото чемпионата России. Очень много игр в этом году. В этом году вместе с основным составом на Кубок России в Краснодарский край ездила и вторая команда – «Молодежка» видновского «Металлурга». Им также удалось показать хороший результат. С настроем сильным мы ехали, потому что в прошлом году ни одну игру не выиграли. И поэтому хотелось показать себя на этом чемпионате. Тренировались с Александром Алексеевичем Сосницким. Мы пытались сделать все, что в наших силах на Кубке России и заняли третье место. В 2020 году город Видное должен был принимать чемпионат Европы – самое престижное спортивное мероприятие мотобольного мира. Но из-за пандемии оно не состоялось. С вероятностью 99% и в этом году перенесут. Но винновские мотоболисты не отчаиваются, а строят грандиозные планы на год грядущий. Мысль все-таки материальная. Потому что я лет 5-6 назад мечтал о том, чтобы в 2022 году команде будет 50 лет. Я лет 5-6 назад мечтал взять бы на 2022 год чемпионат Европы в городе Видно, совместить с юбилеем команды. В графике стояла Франция. Но в связи с пандемийными делами Международная Федерация, ФИМ Европы обещала, что отдадут Видное. Остается набраться терпения и дождаться решения Международной Федерации мотобола. Сезон только начался. Впереди у «Металлурга» несколько десятков домашних и выездных игр в рамках чемпионата России, который завершится в конце сентября. Один из последних матчей чемпионата состоится в Видном, традиционно на День города. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И в продолжении темы. Глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов пригласил мотоболистов Видновского «Металлурга» на дружеское чаепитие, на котором поблагодарил спортсменов за победу в Кубке России. В начале мероприятия глава муниципалитета поздравил игрока «Металлурга» Никиту Маркова с днем рождения. Так совпало, что сегодня спортсмен празднует 22-летие. Конечно, нужно сейчас сделать, на мой взгляд, задачу, чтобы на вас собирались такие полные трибуны. Надо к этому идти, чтобы, тем более, народ соскучился очень в этой панадемии. Все устали дома сидеть и так далее. Всем хочется мероприятий. Кто-то из великих. Перефразил. Мотобол играют все, а выиграют «Металлурга». Во время встречи Валерий Нефасев представил главе каждого игрока «Металлурга», рассказал о его достижениях и заслугах. Также познакомил и с молодыми игроками, которые уже несколько раз становились победителями первенства России среди юношей. Тимофей Гузарин. Тоже левша. Левша в мотоболе. Вообще дефицит, потому что в основном правший. А левша – это дефицит. У Тимофея, как раз, левша. Стоит отметить, что «Металлург» – самый титулованный мотобольный клуб в России. И пока ни одна команда в стране не может составить ему достойную конкуренцию. В Бутовской школе номер один прошли областные соревнования детско-юношеского движения «Дружины юных пожарных». Пять лучших команд Подмосковья сразились за звание лучших. Подробности в нашем следующем сюжете. Лучшие из лучших – те, кто отлично показали себя на муниципальных и пятизональных соревнованиях детско-юношеского движения «Дружины юных пожарных». Съехались на финальное областное состязание в Бутовскую школу номер один, что в деревне Боброво. Конкурс в рамках фестиваля «Таланты и поклонники» – областной этап одного из этапов фестиваля. Команды уже знакомые, одни и те же попадают именно в областной этап. Подготовка на уровне мы по России и на федеральном округе занимаем призовые места. Такие соревнования проводятся в Московской области с 2010 года. На этот раз пять лучших подмосковных дружин юных пожарных из городских округов Королев, Чехов, Павловский-Пасад, Дмитров и Одинцовского района приехали побороться за первое место. «Вы участники пожарно-прикладного вида спорта, несете в себе лучшие традиции МЧС России. И с поддержкой МЧС России уверен, что вы не только сегодня покажете свое мастерство, но и последуете самым лучшим традициям ваших руководителей». «Вы являетесь носителями очень важных знаний, важной информации. Вы знаете, как действовать при пожаре, а самое главное, вы знаете, как его не допустить. Сегодня в этом конкурсе я каждой команде желаю, конечно же, победы». Юные пожарные участвовали в смотре строя и песни и завязывали на время четыре варианта пожарных узлов. «Среднее время, говорит, 3,5-4 секунды, ну вяжут и быстрее за 2 секунды, ну там 2,5 где-то так вот можно завязать узел». Ребятам также предстояло продемонстрировать, как быстро они смогут облачиться в боевую одежду. «К выполнению упражнения приступить». Аня Орлова из Королёва, которая уже пятый год участвует в подобных соревнованиях, своим результатом осталась недовольна. «Хочу переделать еще». «Какой результат? Сколько сказали?» «25 секунд». «25 секунд? А ты хочешь сколько?» «Я хочу меньше». Ребята приняли участие в пожарной эстафете. Команда предстояла на время надеть боевую одежду, преодолеть на пути препятствия, размотать пожарные рукава и подготовить их к тушению пожара. Не обошлось без небольших происшествий. «Я поспешил, телом туда перекинулся, а лицо осталось и стенка ударилась. Челюсть». Затем участников уже в стенах школы ждали творческие состязания, конкурсы агитбригад, представлений команд и стенгазет по пожарной тематике. Победители областного этапа вскоре поедут защищать честь Подмосковья на соревнованиях Центрального региона и всей России. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В районе поселка Григорчиково прошли ежегодные традиционные соревнования учебных заведений округа под названием «Школа безопасности», в ходе которых ученики и их наставники должны продемонстрировать свои навыки в ряде дисциплин. Таких как ориентирование на местности, помощь при травмах, вязание узлов и многих других. С участниками и организаторами соревнований поговорил Максим Козлов. Все старше. Все, давай, побежали. Никаких четырех часов, чтобы через 20 здесь были. Соревнования «Школа безопасности» – старая традиция округа. Они проводятся более 20 лет. Перерыв был только в прошлом году из-за пандемии. В нынешнем мероприятии участвуют команды из 12 школ. Программа довольно насыщенная. У нас соревнования состоят из нескольких видов. Самая длинная дистанция – это контрольно-комбинированный маршрут. Вот сейчас дети его проходят. В среднем уходят два часа на выполнение всех заданий. Семь этапов. Там есть скрытые этапы. Это в виде нахождения контрольных пунктов. Они должны их найти и отметить на карте. Будет конкурс узлов туристских в виде эстафеты. И еще у нас будет спортивное ориентирование. Навыков в ходе соревнований нужно проявить немало. Например, транспортировка товарища, получившего травму. Если потерпевший притворяется, то носилки и крепления к ним должны быть сделаны по-настоящему. Что и оценивают судьи. Она бежала и уронила, и упала, короче, и сломала себе голень. И врезалась она в дерево нечаянно. Ну а вообще самочувствие-то как? Хорошее. Врачи хорошие. Да. Ну, наверное, еще приятно было после такой беготни. Так вот все как бы вас несут, а вы все-таки отдыхаете немного. Да, согласна. Очень хорошо. А пока одни зарабатывают очки в соревнованиях, другие выполняют не менее важную миссию. Поддерживают костер в лагере и готовят пищу. На свежем воздухе, да еще после многокилометровых походов, зверский аппетит. Готовите, если не секрет. Куриный суп. Забавление приправ. А на сколько человек готовите? На 10. Раньше соревнования проводились в течение трех дней. В этот раз, опять же из-за пандемии, сократили до одного. Количество дисциплин тоже уменьшилось. Даже на привале ребята не теряют времени даром. Тренируются перед очередным испытанием. Эти узлы нужны для завязывания определенных конструкций, которые понадобятся для прохождения отдельных этапов. К примеру, переправа навесной или параллельной переправы. К примеру, вот этот узел называется Грейпвайн. Он используется для вязания прусиков. Кроме силовых дисциплин, есть и одно творческое визитка команды. Впрочем, подготовка к нему одно удовольствие, ведь главными элементами походной романтики во все времена были и остаются песни под гитару у костра. Говори, чтобы остался я, чтобы опять не скитался я, чтобы рассветы закатами наблюдались за мной. А мне в дороги далекие, И маршруты нелегкие, Да и песня в дороге мне, Словно воздух нужна. Соревнования проводятся недалеко от поселка Григорчиково. Они называются «Школой безопасности». Но чтобы их проведение тоже было комфортным и безопасным для ребят, администрации округа проделана большая работа. Произведен окос поляны всей, и была произведена обработка от клещей. Мы постоянно сюда привозим чистую, свежую воду. Все дети и их преподаватели, которые с ними знакомы с правилами пожарной безопасности, вы сейчас прошли, видели, что каждый костер в ямочке. Ямочка окопана, соблюдено расстояние до зеленых насаждений. По итогам соревновательного дня первое место в общекомандном зачете заняла Измайловская школа, второе – Видновская школа номер пять, и третье место получили ребята из Володарской школы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. 20 мая отмечается Всемирный день травматолога. Это одно из самых востребованных направлений неотложной помощи. Наш корреспондент Дмитрий Книга побывал в травмпункте и узнал о его работе. Травмпункт, находящийся в амбулатории Бутова парк, на время ремонта переехал в здание Южной поликлиники. Сейчас здесь ведется круглосуточный прием пациентов с различными травмами. По статистике, именно к травматологу обращаются чаще, чем к любому другому врачу. По случаю смертности, если посмотреть, от травматизма в нашей стране, в отличие от других стран, доминирует количество статистики. Первые три месяца занимает онкология, кардиология и травматология. А в нашей стране занимает травматология, так как у нас в большей части производственных травм, которые от несчастных случаев, от дорожных транспортов, а еще и от всего другого прочих травм, которые будут умирать. В травмпункте работают шесть докторов. Все они считают свою профессию призванием. И из разных направлений медицины выбрали именно это. Решил поступать в ординатуру в травматологию-ортопедию. Ну и далее направление выбрал именно травматологию, оказание экстренной помощи. И вот травмпункт, грубо говоря, на передовой. То есть первые травмы, первые ранения, все приходит к нам, и мы все лечим. Самые частые травмы летнего сезона – переломы и вывихи от падений с велосипедов, самокатов, бытовые травмы, а также укусы животных и клещей. Ольга Маурина пришла на повторную процедуру и перевязку. Стала жертвой кота, потому что решила защитить собаку. Поэтому пострадал палец. Кот непривитый, делаем прививки от бешенства. Делаем прекрасно. Я боялась, я даже заплакала, когда приехала первый раз сделать. Думала, будет больно, но не почувствовала. Да, работники от Бога. Доктор тоже помог, хорошо проконсультировал. К каждому человеку нужен особый подход. Экстренное обращение в травмпункт – в любом случае стресс для пациента. А значит, его нужно успокоить и создать наиболее комфортные условия для проведения дальнейших действий. Идет, если у него болевой синдром такой сильный, конечно, мы обезболим в первую очередь. Когда уже человеку, так сказать, когда можно дальше с ним вести диалог, мы дальше уже начинаем расспрашивать. Когда произошла травма? Как там, например, человек упал, значит, как падал? После первичного осмотра и оказания неотложной помощи дальше пациента отправляют на амбулаторное или стационарное лечение в зависимости от характера травмы. Условия работы в Южной поликлинике позволяют оказывать высококвалифицированную помощь. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов и Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...